В Югре и Сургуте вместе со всей страной завершается агитационный период. В пятницу последний день, когда кандидатам в различные уровни власти разрешается работать с избирателями. В субботу день тишины, а в воскресенье 9 сентября пройдет само голосование. О некоторых итогах предвыборной кампании в Сургуте смотрите далее. В ближайшие воскресенья состоятся выборы губернатора Тюменской области и до выборов в городской парламент. До недавнего времени агитационная кампания в Сургуте шла относительно спокойно. В настоящий момент у нас два административных правонарушения были допущены в период агитации. Более других пока замечаний нет. В последнюю неделю перед выборами в Сургуте появились признаки использования черных политтехнологий. Как говорят эксперты, самый яркий пример их применения в российской истории был отмечен 20 лет назад на выборах губернатора Красноярского края. Между Лебедем и Зубовым использовались эти технологии. И собственно от имени одного из кандидатов Зубова говорилось, что после выборов количество пенсионеров в регионе значительно сократится. Ну что соответственно, конечно, неблагоприятным образом на имидж кандидата влияло. Ну и вторая тема, которая звучала, это то, что образование в школах города должно быть платным. Все это естественно выставляло одного из кандидатов в неприглядном для электората свете. Те выборы выиграл генерал Александр Лебедь. После этой истории черные технологии получили достаточно серьезное распространение. Черный пиар чаще всего связан с тремя составляющими. Ну первая, этическая и моральная сторона, то есть заведомо использованы ложные сведения. Второй момент, это перехождение рамок законности, поскольку используются какие-то ложные сведения, очерняющие кандидата. Ну и третья, не всегда прослеживающая, но тем не менее чаще всего присутствующая, это анонимность. Оппонент может догадываться, кто собирает и выпускает такой материал, но доказать это всегда сложно. Черным технологиям претендента на то или иное кресло заставляет обратить внимание отсутствие возможности вести и честную кампанию, чтобы убедить электорат отдать за него свой голос. В городе Сургуте эта борьба очень острая борьба, особенно на довыборах в Думу города Сургута. Использование таких черных технологий Сургут не знал давно. Эта кампания такая какая-то очень напряженная, очень такая нервная кампания, потому что здесь используют кандидаты различные методы и приемы взаимодействия с избирателями. Некоторые из них находятся на грани, скажем так, доступных методов. На уходящей неделе в городе появились листовки от имени одного из претендентов на депутатское кресло. Его имя по закону о выборах мы называть не можем. В агитке якобы сам кандидат призывает население Сургута не думать о повышении пенсионного возраста, а цитирую «больше заниматься фитнесом и меньше пить». Грубые, но броские лозунги вроде «не нужно быть нахлебниками» или «хватит прибедняться» также говорят о том, что задача листовки – далеко не формирование образа политика. Сама листовка, но к ней очень много вопросов, потому что если бы кандидат формировал себе имидж, он никогда бы не стал идти против мнения, общественного мнения, тем более, что тема очень сложная затронута. Резонансная тема. Выпуская такую листовку, люди, которые это делают, они явно рассчитывали как раз-таки на то, что репутация кандидата будет испорчена. По данным телеканала «Сургут-24», кандидат, от имени которого и была распространена листовка, уже обратился с заявлением в полицию. Дарья Давыдова, Дмитрий Круковец, Николай Сапожников, Сургут, Интерновости.